Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Спасибо, что смотрите нас, мы это ценим, так как в наше время трудно верить чему бы то ни было. Мы вас услышали, мы благодарны за ваше доверие и постараемся быть достойными его. Мы хотим начать сегодня с оценки некоторых вещей, которые вы, вне сомнения, слышали о президентских выборах, противоречивых вариантов практически каждой части этой истории. Но вот то, что на данный момент мы считаем, что знаем. Большую часть ночи после выборов Дональд Трамп, похоже, лидировал в большом количестве ключевых неопределившихся штатов. Затем в среду утром он начал оставаться позади. Это продолжалось так или иначе несколько дней. В субботу СМИ объявили Джо Байдена избранным президентом. Байден быстро принял это заявление. У штаба Байдена теперь есть даже офис избранного президента. Звучит это официально, в чем, по сути, и цель такого названия. В конце концов, возможно, он и станет официальным. Если после всех ответов на заданные вопросы это станет ясно, что Джо Байден — законный победитель президентских выборов, мы примем это. И мы будем убеждать остальных тоже это принять. Мы, в первую очередь, американцы. Мы хотим лучшего для этой страны. Мы хотим, чтобы система управления продолжала существовать. А будет ли она существовать, частично зависит также и от того, как мы будем действовать отсюда. Как, например, сегодня десятки миллионов американцев подозревают, что у них украли выборы. Это означает, что мы живем в стране, где большой процент населения больше не верит, что наша демократия реальна. Это печально, а также опасно и легко может стать еще хуже. А то, что мы делаем в ответ, это едва ли правильно. Это делает нашу страну более нестабильной. Это подготавливает нас к чему-то плохому. В демократии вы не можете игнорировать честные вопросы от граждан. Так нельзя. Вы не можете сразу их отклонять, как сумасшедшие или аморальные вопросы. Вы не можете просто вырезать из трансляции, которая вам не нравится. Вы не можете просто сказать людям принять результат, потому что сила не работает в демократии. Это диктатура. В свободном обществе вы должны убедить общество в своей законности. Вы должны завоевать их логикой. Демократия — это всегда добровольное соглашение. Недостаточно сказать избирателям «заткнуться». В нашем сегодняшнем случае есть только один способ снизить напряжение и объединить страну. Нам нужно узнать, что произошло на этих выборах на самом деле. Потому что есть вопросы, это значит, что нужно на них ответить. Например, в Пенсильвании, Неваде и Мичигане штаб Трампа отобрал письменные показания, которые свидетельствуют о преступной деятельности во время избирательного процесса. В Детройте свидетели утверждали под присягой, что бюллетени были посчитаны задним числом и без проверки подписи. Один из наблюдателей утверждает, что 40 тысяч распечатанных поздно заочных бюллетеней были посчитаны устно, и все они были за демократов. В штате Невада восемь осведомителей из избирательной комиссии сказали, что видели подтасовки голосования, поощряемые чиновниками избиркома и их начальниками. Согласно одним из показаний, работник счетной комиссии видел, как люди приносили стопки бюллетеней грузовику штаба Байден-Харрис. Эти бюллетени затем были заменены и помещены обратно в конверты. Позднее сторонники Байдена сформировали стену, чтобы не дать возможности тем, кто снаружи, увидеть, что они делают. Тем временем, согласно избирательным записям, люди, которые уже мертвы, все же каким-то образом проголосовали во вторник. В Нью-Йорке умершие избиратели создавали заочные бюллетени. 9 октября в Неваде мужчина по имени Фред Стокс Джуниор проголосовал по почте. Проблема в том, что Фред Стокс Джуниор умер три года назад в возрасте 92 лет. Республиканская партия в Неваде говорит, что знает о сотнях возможных случаях создания бюллетеней на умерших людей. В Пенсильвании записи указывают на явку нескольких людей, родившихся в 19 веке. Они, по-видимому, встали из могил, чтобы проголосовать. Все это на самом деле. Мы проверяли все выходные. Ложное заявление о подтасовках может быть так же пагубно, как и сами подтасовки. Так что мы должны быть осторожны и бдительны. Все мы. Но все, что мы рассказали вам, правда, и у нас есть еще. Всего час назад в штате Джорджия члены избиркома признали, что они найдут незаконные голоса и проголосовавших дважды, когда проверят все бюллетени. Давайте проясним кое-что еще. Мы собираемся обнаружить, что люди голосовали незаконно. Так и будет. Будут дважды проголосовавшие. Будут люди, не имевшие зарегистрированного права голосовать в этом штате. Все это будет обнаружено. Будет ли их 10353, не похоже. Но каждые выборы, как я и говорю здесь каждый день, не идеальны. Мы собираемся обнаружить, что люди голосовали незаконно. Так и будет. Это официальная версия еще даже до официального подсчета голосов в ключевом неопределившемся штате во время оспариваемых выборов. И, конечно, вы можете этому верить, так как мы уже находили незаконное голосование. Так много этих заявлений, что подтасовок на выборах не было. Конечно же, они были. Они знают, что они были, когда говорят обратное, потому что они лжецы. И уж это мы знаем точно. На данный момент количество подтасовок, видимо, недостаточно, чтобы поменять результаты выборов. Мы должны быть честны и сказать вам об этом. Конечно, это может и измениться, но поменять результаты выборов — это еще не все. Главное, что подтасовки вообще были. И это должно пугать нас. Если вы хотите, чтобы люди верили, что наша система реальна, что наша система стоит того, чтобы, скажем, пойти в армию и умереть, защищая эту систему, то вам надо докопаться до сути того, что произошло. И надо сделать это настолько быстро и ответственно, насколько можете. У вас не может быть подтасовок на выборах, потому что никто не будет верить в выборы, и тогда все развалится. Но сбор фактов — это последнее, что наши СМИ собираются делать. Вместо этого они требуют, чтобы вы заткнулись и признали Джо Байдена. Точка. Это их вердикт, и вы должны принять его. И если не примете, они навредят вам. Другими словами, никто в этой стране не рискнет создавать движение против Джо Байдена. Они хотят быть в этом уверены. Это что, сопротивление? Нет. Только для рейндж-роверов. Никаких пикапов. Только попробуй, дружище, и узнаешь. Преувеличение? Что ж, сегодня утром известный ведущий СНН отправил сторонникам Трампа такой твит. Цитата. «Я действительно понимаю, каково это — столкнуться с поражением, ведь это непросто. Но нужно понимать, что в какой-то мере это важно не только для нации, мирная передача власти, но и для того, чтобы твои будущие работодатели видели, как ты справляешься с трудностями». Смекнули? Здесь разбирают твою личность. Будущие работодатели делают пометки. Другими словами, признай Джо Байдена, или ты больше никогда не найдешь работу. Делай то, что велит СНН, или удачи с возможностью прокормить семью. Разве сицилийская мафия угрожала так явно? Нет, конечно, потому что они знали, что ФБР слушает. Но в данном случае ФБР заодно. Так же, как и правящие круги СМИ. После того, как в субботу Джо Байден объявил о победе, СНН запустил ролик, приказывающий своим зрителям признать Джо Байдена законным президентом и святым спасителем. Если вы не впустите Джо Байдена в свое сердце, то не будет покоя. Смотрите. Наша уверенность была утрачена и в наших лидерах, и в наши институты, даже в некоторых из наших друзей. И нам больно. Очень больно. И сейчас более чем когда-либо. Мы нужны друг другу. Чтобы слушать. Чтобы учиться друг у друга. Чтобы воссоздать эти связи. Все кончено. Теперь пора собраться вместе. Теперь пора исцелиться. И так далее. Так что же на самом деле это за исцеление, которое они ищут, в котором приказывают участвовать? Мишель Обама знает многое об исцелении. В ее объединяющем посыле Мишель Обама написала это. Цитата. Давайте не забывать, что десятки миллионов людей проголосовали за статус КВО, даже если это значило поддержку лжи, ненависти, хаоса и разобщенности. Конец цитаты. Это объединяющий посыл. Давайте не забывать тех, кто не подчинялся. Давайте накажем их. Давайте не забывать людей, которые голосовали за наших политических оппонентов. Сэнди Кортес не нужно напоминать, потому что она и не забывала. Кортес сказала, цитата. Кто-нибудь сохранил этих трамповских подхалимов для момента, когда они будут пытаться преуменьшать или отрицать свою сопричастность в будущем? В будущем? Ей что, Джордж Уройл пишет? Нет? Она это пишет сама. И ответ, конечно, на этот вопрос. Вопрос, отслеживает ли кто-нибудь сторонников Трампа, которых надо наказать навечно. Ответ – да. Кто-то отслеживает, и не один. Гарри Савуджин, бывший национальный пресс-секретарь Национального демократического комитета, уже усердно работает над онлайн-списком врагов. Он написал это, цитата. «Штатные сотрудники Белого дома начали искать работу. Работодатели, которые рассматривают их, должны принимать во внимание последствия, которые будут за найм любого, кто помогал Трампу атаковать американские ценности». Конец цитаты. «А-а-а, американские ценности!» Говорит парень, который идет по советскому пути. «Эти люди вообще не замечают иронии!» Корпоративная Америка, конечно, с ними заодно. Они всегда были в команде. Торговая палата, Национальная промышленная ассоциация, республиканские группы, точно. Вместе с гендирами таких компаний, как американские авиалинии, Microsoft, Amazon, весь список. Уже поздравили Джо Байдена, хотя подсчет все еще идет. И пока они делают это, СМИ не очень утруждают себя подтверждением целостности выборов, демократии, которую они так лелеют. Они не берут интервью у работников счетных комиссий, которые подписали эти показания и которые реальны. Вместо этого, вот чем они заняты. Как себя чувствуешь? Я практически не могу говорить сейчас из-за эмоций. Всем рады под этим шатром. Нам не важно, кто ты. Нам не важно, голосовал ты за нас или нет. Вы все часть этого американского эксперимента. Я был так потрясен, услышав это. Мне не важно, что подумают люди. Подумают ли они, что я пристрастен или нет. Мне не важно. Так что если ты спрашиваешь меня, как я себя чувствую... Извини, это все, что я могу сказать. Вот что я чувствую прямо сейчас. Я так рад, что у меня есть эта платформа, чтобы иметь возможность сделать это. У меня может не быть ее после этого, но мне действительно наплевать. Я так счастлив. Мне наплевать. Послушай это от того, кто работает в этой профессии. Если ты не можешь сдерживать свои эмоции, чтобы мыслить ясно, ты ребенок. Займись чем-нибудь другим. Мне не важно, если люди подумают, пристрастен я или нет. И им действительно не важно. Потому что им не нужно. Потому что они победили, или так говорят. Как и о всех поспешных решениях, которым они пытаются нас принудить, мы о них пожалеем. Делали ли вы поспешные решения, пригодные на дистанции? Нет. Нет, не делали. Суть не в том, что мы должны продолжать расследовать, пока Дональд Трамп не победит. Суть не в этом. Суть в том, что мы должны понять, что произошло, чтобы все поверили, что система действует. И чтобы это произошло, Конгресс должен расследовать любые значимые заявления о незаконном голосовании. Любое поданное законное заявление должно быть расследовано. Будет ли это цирк? Конечно. Превратится ли слушание Конгресса о подтасовках в партийную показуху? Как вы сами считаете? Конечно же, гарантированно. Но другого пути нет. Это все еще того стоит. Такие расследования, как федеральные расследования, производят факты. И нам нужны факты. Прозрачность — это ключ. Без нее нет надежды. Никогда не интересовались, почему люди с обеих сторон поддерживают теории заговора. Почему это происходит? Вы не можете просто от них избавиться или выключить веб-сайты. Люди ищут этого. Почему? Потому что знают, что люди, рассказывающие официальную версию, врут. И они правда врут. И в тот момент, когда они пытаются получить ответы, вот что происходит. Вы все смиритесь. Как до этого смирились мы. И если вы не уверены, что вас устраивает Джо Байден, делайте то, что делали мы. Найдите доказательства. И если будут законные основания, их рассмотрят. А пока утритесь. Покажите ему пример, что значит быть настоящим мужиком. Потому что это глупо. Вы не уверены, что он победил. Вы ставите под сомнение выбор всех тех американцев, которые законно проголосовали, пришли и проголосовали. Как вы смеете сомневаться? Вся власть у самых несчастных людей в мире. И как смеете вы сомневаться? Как смеете вы спрашивать, почему голосовали мертвые? Как смеете вы не доверять Дисижендеск, плебеи? Кто вы такие? Их презрение, заметное с самого начала, теперь и вовсе очевидно. Если вы не признаете, что Джо Байден президент, даже при том, что голоса до сих пор считают, угадайте, кто вы. И вы предвидели это, дамы и господа. Вы расисты. В 2020-м за Дональда Трампа проголосовало больше белых людей, чем в 2016-м. Так что разобщенность наций, по крайней мере, по моему мнению, свидетельствует о том, что расизм, эгоизм, алчность продолжают угрожать существованию нашей республики. О, конечно. Расизм, говорит профессор Принстона. Ну, конечно. Неудивительно. Так отвечают всегда, когда хотят заставить вас замолчать. Вопрос в том, есть ли у такого ответа срок годности. Как долго люди у власти будут разыгрывать одну и ту же комедию снова и снова и снова? Как долго привилегированные люди нашего общества, профессор Принстона, например, будут призывать других людей молчать в эфире новостного канала, Возможно, они думают, что это бесконечно, но они ошибаются. Это невозможно. Подобный абсурд не может продолжаться вечно. В какой-то момент наступит конец. Надеемся, к этому времени система не рухнет, но мы идем к этому. Так каково решение? Как все исправить? Как объединить страну? Как успокоить ситуацию? Как построить Америку, в которой захочется жить? И одно единственное решение — честность. Давайте прекратим лгать. Лгать обо всем на свете. Каждый день. Вот что мы делаем. Вы не замечали? Сколько раз вы солгали сегодня, потому что вам пришлось? Давайте аннулируем наш национальный мандат на ложь. Этот закон никогда не принимался и все же безжалостно навязан. Вместо этого говорите правду. Вот наша единственная надежда — говорить правду обо всем. Рассекретить документы. Замечать очевидное прямо перед вами. Добираться до сути вещей. Почему бы и нет? Наша текущая стратегия не работает. Навязывание лжи приводит к всеобщей паранойе и безумию. Правда, не может быть хуже лжи, в которой мы живем сейчас. В первую очередь, мы должны признать, что наибольшее вмешательство в выборы происходило далеко за пределами избирательных участков. Это не голоса умерших людей. Так, конечно, нельзя. Но это не самое плохое. Самое плохое, наиболее очевидно, это Силиконовая долина. В течение последних недель перед выборами те корпорации заглушали голоса в поддержку Трампа и скрывали информацию, компрометирующую Джо Байдена. Вот что было. Мы видели это, мы ощутили это, и, возможно, вы тоже. В августе Facebook забанил комитет политических действий в поддержку Дональда Трампа, запретив любую рекламу. Что? Когда еще такое случалось? Никогда. Всего несколько недель назад Нью-Йорк-Пост опубликовал правдивую и детальную статью о незаконной коммерческой деятельности семьи Джо Байдена за рубежом, реальной деятельности, о которой Джо Байден знал. В свою очередь, Facebook ограничил распространение этой статьи, а Твиттер блокировал из-за нее людей. Иными словами, они наложили цензуру, затруднив людям доступ к статье. На каком основании в статье были только реальные факты? Но они все равно забанили ее, наряду с любым контентом, содержащим критику карантина и обязательного ношения масок. Почему? Потому что Байден одобряет эти меры. Этому много примеров. Есть исчерпывающие доказательства. Мы приведем только один эпизод. Доклад Брайт Парт. Они потратили много времени на изучение деятельности Гугл. Они выяснили, что Гугл блокировал их статью о Джо Байдене с середины 2020-го, вплоть до выборов. Цитата. Переходы по ссылкам и подсказкам на Брайт Барт Ньюс при запросе Джо Байден в Гугл-поиске работали нормально до середины 2020-го. Потом они внезапно замерли. Это впервые произошло после серьезного обновления поисковой системы Гугл в мае 2020-го. Спросите любое интернет-издание. Количество поисковых запросов с именами кандидатов уменьшается ближе к выборам? Пожалуй, нет. Они увеличиваются в разы. Кроме случаев, когда Гугл блокирует вас, что они и делали. Это ненормально. Неважно, как часто или как настойчиво СНН поощряет такое. Они говорят, это нормально, это необходимо, чтобы блокировать дезинформацию. Это абсолютно неправильно и безумно. Демократия не выдержит такого давления. Люди в штабе Байдена точно знают, что произошло и какую выгоду они извлекли. И поэтому они наделяют своих соратников из тех корпораций еще большей властью. По-видимому, Байден уже нанял Джессику Херц, бывшего помощника главного юриста Фейсбук, а также Синдию Хоган, бывшего вице-президента Эппл, на государственную службу. О, что-то вроде внутренней игры? Да. По сообщениям, Байден также планирует назначить Эрика Шмидта, бывшего топ-менеджера Гугла и своего крупного спонсора, в рабочую группу технологической отрасли. Дело не просто в награждении своих сторонников. Все намного серьезней. И обязанность каждого американца, если мы хотим свободных и честных выборов, помочь положить конец тотальному информационному контролю Силиконовой долины. Вот первоочередная задача. Иначе свободных и честных выборов не будет. Если избиратели не имеют доступа к объективным данным о кандидатах до выборов, это не демократия. Вот их конечная цель. Теперь мы вновь попытаемся понять, что произошло с опросами. В этом году они абсолютно неверны. Они утверждают иное. Все в порядке! Нет, не в порядке. Они врут вам, когда говорят так. Опросы совсем не в порядке. Объяснение займет целый час, но мы выделим для вас главное. Аналитики утверждали, что республиканцы потеряют места в Сенате. В итоге они получили места. Нам говорили, Джо Байден сокрушит Трампа на выборах. Этого не случилось. Чтобы вы знали, мы не намекаем на некий заговор среди аналитиков. Мы не думаем, что они собрались вместе и сфальсифицировали данные. Мы допускаем, что многие искренне ошиблись. Среди них есть хорошие люди. С другой стороны, и это неопровержимо, почти все их ошибки в пользу Джо Байдена. Согласно итоговому опросу RealClearPolitics, рейтинг Джо Байдена на 7,2% выше. Итоговый опрос Квиннипекского университета отдал Байдену 11% преимущества. Текущий перевес Байдена составляет немногим больше 3%. Это серьезные ошибки. Опросы Квиннипека не просто ошибочны, они ошибочны в целом по стране. И неверные опросы имеют большие последствия на всех уровнях. Вот пара примеров. В Южной Каролине три отдельных опроса Квиннипека показывали, что Линдси Грэм идет вровень с демократом по имени Джейми Харрисон. Харрисон получил возможность заработать на этом свыше 100 миллионов долларов, больше любого кандидата в сенаторы. Итак, Джейми Харрисон или любой из этих кандидатов могли прийти к спонсорам в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, финансовые центры демократической партии и сказать, «Посмотрите на опросы, у нас есть шанс!» И бум! 100 миллионов или 67 миллионов для демократа, проигравшего в штате Мэйн. Джейми Харрисон проиграл с разницей в 10 баллов. Никакой ничьей, даже близко. В Огайо итоговый опрос Квинни-Пэка отдавал перевес в 4% Байдену. Оказалось, все наоборот. Трамп выиграл с разницей 4%. Все эти ошибки не ограничиваются только одним аналитическим агентством. Большинство опросов были далеко не точными. Почему это важно? Это не просто раздражает. Это существенно. Исследования показывают, что опросы влияют на поведение избирателей. Так вот, эти ошибки помогают эффективно подавлять голоса. Совершенно ясно, почему. Чем больше люди верят, что их кандидат не может победить, именно так говорят опросы, не может победить, тем меньше вероятность, что люди проголосуют за своего кандидата. Не говоря уже о финансовой поддержке. Вы бы стали посылать деньги парню, который проиграет на выборах. Никто бы не стал. Исследователи из Университета Могила и Университета Торонто говорят, цитата, «Опросы могут удержать людей от голосования за конкретного кандидата, если этот кандидат представлен как безнадежный. Да, нам не нужны исследования, чтобы это понять. Это очевидно. Может быть, такова их цель. Мы не знаем. Мы должны это выяснить». И, наконец, еще один источник массового интеллектуального вмешательства в выборы, суть которого нам нужно понять. Наши чиновники от здравоохранения и политики, возглавляющие наши крупнейшие города. Вот уже несколько месяцев мы подробно освещаем эту тему и продолжим освещать. Но очевидно, что они используют пандемию коронавируса, чтобы получить голоса. Они определенно использовали пандемию, чтобы изменить способы голосования на те, которые выгодны им. Сейчас они почти готовы признать это. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что политики, цитата, «посмотрят на коронавирус свежим взглядом, теперь, когда Джо Байден избранный президент». Иными словами, оранжевый уровень опасности уже в прошлом. И время зажигать. Вот тысячи сторонников Джо Байдена, включая самого Чака Шумера, собрались вместе плечом к плечу, буквально пуская по кругу бутылки с вином. Внезапно они совсем перестали бояться смертельной эпидемии. Мы взяли Джорджию! Завтра мы изменим мир! Мистер Шумер, вы не могли бы повторить? Мы взяли Джорджию! Завтра мы изменим Америку! Да, мы изменим Америку. Мы можем и дальше рассказывать о том, что происходило в день выборов. И мы продолжим делать это в будущих шоу. Но пока давайте подытожим. Мы не знаем, сколько голосов было украдено во вторник. Мы ничего не знаем о странных сбоях в программах, о чем многие говорят. Не знаем, но должны выяснить. Но вот что мы знаем точно. На более высоком уровне, на самом высоком уровне, наша система совсем не соответствует нашим представлениям. В ней нет должной справедливости. Даже близко. Очень жаль, тяжело говорить такое. Это как игра в наперстки. Они знают, в ней очень трудно, может даже невозможно победить. Нам это не нравится, но такова реальность. И не считайте себя сумасшедшими, если знаете правду. Вы в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok